Добрый день, дорогие друзья! Сегодня интересная тема. Не первый раз уже мне задают такой вопрос. Нужно ли спасать студента? Нужно ли спасать отстающего студента? Да? И, конечно же, нам всем хочется, чтобы все наши студенты представляли нас как можно лучше, как педагога. Конечно, потому что студенты же нас представляют, да, все будут знать, что это наш студент. И это не успевающий студент, если у него получается все хуже, чем у других, либо он как-то более закрепощен, боится сцены и хуже себя показывает, конечно, очень обидно. Конечно, хочется как-то подтянуть его, потому что, прежде всего, он представляет нас как педагогов, во всяком случае, пока он у нас учится. Так вот, давайте рассмотрим этот вопрос, нужно ли спасать студента с двух сторон. Первая сторона – это какой это студент, да, вот как, из чего его нужно спасать. Есть два типа студентов. Один тип – это когда студент очень старается, он старается, но у него не получается, да, вот он прямо вот хочет, вот он в таком напряжении, что из-за вот этого вот старания, из-за вот этого напряжения у него может не получаться то, что получается у других, которые не так напрягаются, как ни странно, да, есть такое вот это старание. Старание, я всегда говорю, убивает творчество. И, конечно, такому студенту нужно уделить внимание, потому что есть запрос от него. От него всё время идёт запрос, вот помогите мне, вот научите, да. И, конечно, ему нужно повторять о том, что перестань стараться и делай конкретные вещи, давать ему конкретные задания, возможно, уделять ему больше внимания где-то, чем другим студентам, потому что он этого хочет, у него есть запрос. Второй тип студента. Когда студент, вот он где-то вроде бы и учится, но и где-то он постоянно вот куда-то он уплывает. И непонятно, что для него важнее. Учёба или там свидания какие-то, или там подружки, или ещё какие-то интересы, вот он расплывается так, и мы его вылавливаем, вылавливаем этого студента и спасаем его, чтобы он хорошо спел экзамен, чтобы он доучил же наконец-то этот материал, чтобы он наконец включился в работу. Всё, мы его вылавливаем, вылавливаем незнакомое это чувство. Вот сейчас я уже этого не делаю. Однако в прошлом, да, у меня были такие варианты, и когда хотелось вот всё время, да, ввернуть его в процесс этого студента, и чтобы он хорошо наконец-то спел экзамен, чтобы он показал, на что он способен, да, и на что я способна, да, как педагог. Так вот, с этим вторым видом студентов или учеников однозначный ответ, что спасать учащегося не нужно в таком случае. Давайте рассмотрим, почему не надо спасать студента. Во-первых, любое спасательство без запроса есть обесценивание этого субъекта, которого мы спасаем. Что мы делаем? Мы спасаем его, вроде бы же он сам не может, и мы постоянно вытягиваем его. Вытягиваем и обесцениваем. То есть каждый раз, вытягивая этого студента, вытягивая этого человека на более высокий уровень, мы как бы ему говорим, вот ты не справляешься, вот давай я тебя ещё подтяну, вот давай ещё, да, и это естественно читается. Даже если это не выходит в его осознанность, у него всё равно есть такое чувство, чувство, когда тебя спасают. Вот вроде ты обязан, вроде ты должен, вроде ты сам не смог этого сделать. И, в общем-то, это может закончиться тем, что у студента будет формироваться протест внутренний, бунт внутренний, он начнёт бунтовать. Очень велика вероятность. И ещё один аспект. Когда мы вытягиваем студента, мы как бы его ведём, то есть он как бы с нами может, да, это показать, а мы же его потом выпускаем. И без нас что? Он уже, получается, как бы не может этого, да. Он обесценен, он не может сделать то, что делал вместе с нами. И когда он выйдет уже в самостоятельное плавание, то тоже очень велика вероятность того, что, в общем-то, он не сможет показать высокий результат. Вот такие рассуждения, довольно-таки понятные, по поводу того, нужно ли спасать ученика. С вами была Мария Липинская. Жду вас на своём YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. До наших новых видео встреч. Субтитры подогнал «Симон»